Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Замечала, что люди, которые не занимались инфодайлингом, а заходят к нам по чьей-то рекомендации, как правило, они не понимают, о чем мы говорим. Это невероятно, но я в эти выходные впервые благодаря одному человеку задумалась, насколько разные восприятия реальности, насколько мы улетевшие реально, оторванные. Ну да, это как язык совершенно другой, совершенно другой мир, видишь, как на самом деле. Совершенно другой мир. То есть, если человек попадает в наш мир вот с привычной обстановки, привычная обстановка, сейчас опишу, скомпилирую несколько человек, которые вот были как раз вот канун выходных-выходные в общении. Это у человека есть какое-то заболевание. Человек обратился уже в хреновую тучу медучреждений, и дальше у него там, например, светит операция, и он не знает, делать операцию или нет, потому что значит, знает, что все равно медицина в его вопросе бессильна. И тут вдруг ему говорят, а вот есть там такие женщины из инфодайинга, типа они тебя вылечат. И обычно же говорят, вылечат, у них выздоравливают, значит вылечат. И человек обращается с расчетом, что он обращается к целителю, который спасет. Будет работать с ним, да. Будет работать. Есть варианты, когда обращаются, но еще с хитринкой. А вдруг этот целитель возьмет много денег, поэтому давай я брехать начну сразу, что я бедный, пожалейте меня. На входе еще только, да? На входе, да. Вот на входе пожалейте меня, спасите меня. А я вот такой бедный, никто мне не помогает, все они козлы, а вы вот чудесные. Но денег у меня нету, и я ничем вам не пойду навстречу, нигде ни в одном вопросе. А вы меня спасайте. Я даже не буду изучать, что такое инфодайинги. А вы нянчитесь со мной. Играйте в мою игру. Ну, во всяком случае, вот это приблизительный портрет людей, которые приходят вот по таким рекомендациям. И ты знаешь, так получилось, что я в эти выходные разговаривала по телефону с одним, с другим человеком, именно по телефону. И в какой-то момент до меня дошло, что люди, с которыми я общаюсь, вообще, вообще с другой планеты. Не слышат вообще. Они не слышат. Они все сумасшедшие. При этом они считают сумасшедшими нас. Я понимаю, о чем ты. Понимаешь, вот этот момент, который в какой-то момент заставил меня задуматься, зачем я сейчас слышу в своем зеркале вот это все. Мне это нахрен не надо. Мне нахрен не надо их болезней. Мне нахрен не надо их страдания, их жалобы на жизнь. И нахрен не надо быть спасателем, спасителем. Вообще мне это все нахрен не надо. И при этом эти люди еще на входе убеждены, что они уже обхитрили нас, обманули, и они уже победили, и уже мошенников развенчали. Еще там все тараканы, которые у них есть в голове, на ладони. И ты смотришь на это и понимаешь, тебе надо болеть. Тебе надо страдать. Это твой единственный выход. Это твой единственный выход. Зачем тебя спасать? Ты уже спасен. Ты уже спасен, у тебя уже есть болезнь, она тебя уже спасает. Да, да, да. Ты уже не провалишься ниже дна, на котором ты находишься. И я себя ловила вот на этих мыслях и понимала, что вот в какой-то момент я просто начала на одном человеке, я начала объяснять, какие практики делать, как их делать и так далее. Он слушал, и я понимала, что он ни хрена не понимает. Вообще. Он не понимает, зачем зеркало. Он не понимает, зачем легализация чувств. Мало того, не понимает, он… Он сутью не понимает вообще. Он вообще считает это какой-то чепухой, чушью, да. Чушью. Чушью, которую зачем ты мне, знаешь, как образно, зачем ты мне это говоришь, ты меня вылечи. А что мне это… То есть сразу на входе обесценивает все самые ценные техники. Более того, когда говоришь человеку, ты почитай, есть проект с Абришем, ты почитай о нем, о чем он, раздел консультации. А зачем это мне, да. Человек… Да, да. Мы с тобой будем работать в Скайпе, мы с тобой будем работать в Вайбере, мы с тобой будем работать в Телеграме. Ну, ребята, ну вы бы хотя бы прочли две страницы, как с вами разговаривать, если вы уже на входе все зачеркнули, и вы играете в свою игру. То есть вы больны и вы продолжаете дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь, будет так, как я сказал, будет так, как я сказал. Слышишь, ты уже имеешь то, что ты наговорил, ты уже в своем теле это имеешь. Муж, остановишься на секунду и задумаешься, что ты делаешь. Может, хоть на минуту включишь, там одно ухо, второе, мне же говорят, что надо делать вот это и это, измени траекторию движения. А он свое, да, свое или нет? Знаешь, вот сейчас заходила в санузел, да, и там муха залетела и бзыкает, она там в окно влетает, в стекло влетает, в душевую кабину влетела, и об стекло там бзынь-бзынь-бзынь-бзынь-бзынь. Я так стою, думаю, может мне вот все это окно распахнуть, чтобы она выбзынькала наружу, или сдохнет там, да? Но вот человек то же самое, один в один, как там муха в туалете. Один в один. Своё, да, своё зудит, и ему говоришь, а ему видишь, как надо, таблетку, либо, ну, то есть вот. Режьте мое тело, делайте с моим телом что хотите, только сделайте меня здоровым. Сделайте ключевое. Сделайте ключевое. И я вот общалась с этими людьми, и ты знаешь один, потом второй, и в какой-то момент я понимаю, что, а ведь, наверное, что-то мы не то делаем. Если мы это видим в зеркале. То есть есть два варианта. Либо вообще закрыть тему консультаций, вообще закрыть эту тему. Тем, кому интересен инфодайинг, те сами приходят, обучаются, куча видео, куча книг, куча материалов, и работайте. Никаких проблем. Это один вариант. И дальше общение с нами аннулировать полностью. Насколько нам это интересно сейчас, пока не интересно. Вот, возможно, будет потом, но пока не интересно. Даже объясню, почему. Потому что две матрёшки мы сложили, а я вижу смысл сложить четыре. Я даже могу объяснить, почему четыре, но всё равно люди, слушающие это, на видео не поймут. Но я знаю, что всё, что касается психических способностей, резко начинается после сложения второй. Ещё резче практически в точку сводится после сложения третьей. И фактически точка соединения будет после сложения четвёртой. И просто я знаю, что нам с тобой этот путь пройти интересно даже вот просто сесть и это дело сделать. Но сделать это на людях ещё интереснее, то есть коллективное. Но при этом у нас есть люди, которые с нами идут, и этого достаточно. Поэтому вот, ну, интерес есть, двинуться дальше есть интерес. Но при этом полностью отсутствует интерес вести кого-то на себе и лечить. Вообще, абсолютно. Вот всё, что касается... Когда ты осознаёшь, что все давно спасены, и каждый уже счастлив на своём месте. Да. Больной, он счастлив, он не осознаёт, он бьётся, когда муха. А на самом деле он самый счастливый на своём месте. Да. Ты можешь лететь на улицу, можешь лупиться в стекло, это твой выбор. То тогда, да. И это настолько удивительно. И при этом задумалось, если у нас интересно пройти ещё вот эти расширения, интересно всё-таки общаться с людьми, которые двигаются, то, наверное, наверное, имеет смысл, знаешь, как шаг назад, два шага вперёд, сделать шаг назад и сделать курсы переходные по управлению восприятием от гипноза к инфодайвингу. Как этот, ты знаешь, вот прямо сейчас возникло, это знаешь, что нам напоминает, как предутренние и предночные часы. И они окажутся самыми ценными, ведь мы-то знаем, что это самые ценные входы, выход, двери. То есть именно нарисовать эти двери, практики основные, основные моменты переключения внимания, основные моменты переключения сознания и сделать таких, ну, как я называю, три сосны. Вот три сосны, очень доступно, очень понятно, просто вот эти три сосны, три таких курса и три, ну, блок такой. И вот после этих трёх сосен у человека будет понимание, как двигаться. Хочешь, потом иди, бери эти программы, которые на долгое путешествие, но ты придёшь к расширению, ты придёшь к осознанию, и ты большой кусок игры проделаешь, быстро пройдёшь кусок и качественно. У тебя действительно будет развитие сознания, расширение сознания, у тебя действительно будет движение вперёд. Либо ты можешь остаться там, где есть, остаться в циклической ошибке, но при этом ты будешь счастлив. У тебя там основные проблемы по здоровью будут отключены, а дальше ты смертный, крутись в этой центрифуге дальше, в этом барабане. Да, мы двигаемся дальше, да. Да, ты можешь двигаться дальше. То есть это выбор человека, но он будет двигаться сам своими ногами. И для нас это интересно. Знаешь, систематизация материала, она есть уже. Это называется выжимка материала. Вот это будет выжимка. Выжимка интересна чем? Тем, что она остаётся в веках. Потому что вот весь вот этот наш путь, он в веках не останется. Через 10 уже будут потери ключевых моментов. Через 50 не будет видео. Книги будут уже переделаны. А через 100 уже останется только выжимка. Видишь, вот этот выжимка, это как склеивающий материал у кирпичиков. Выжимка это будет магией. А я сегодня, ты знаешь, ночью, вот именно ночью я осознавала. Вчера с вечера легла, а ночью осознавала, что вот так появилась магия. Вот так появились колдуны, там ведьмы, целители. Потому что, ну, кто как не мы с тобой знаем, как человек реагирует на всё, что мы, во-первых, даём, во-вторых, что мы говорим. Потому что мы конкретно человека в себя, да, направляем. А человеку нужен посредник. И он вот хоть ты что хочешь, а посредник надо. Без посредника он никак, он не может себя принять посредником. Ну, тоже и как посредником. Вот. И ему нужна вот именно это спасение, да. Игра в спасителя надо, любого. И вот так появились, да, действительно, казалось, ну, то есть игра, вот они маги, вот они ведьмы, вот они целители, вот они бабки. То есть передавалась, передавалась, потому что, ну, хочешь на тебе, да. Такое, что тебя будет кто-то там спасать, кто-то тебя будет. Вот так появилась медицина, тоже медицина. То есть кто-то тебе будет спасать. вишь человеку надо вот эти грабли и по-другому никак на самом деле вот если посмотреть на саму игру в жизнь как она видится из психики это простейшая игра да если брать то те же танчики да написаны они сложнее намного сложнее вот эта игра я не я тупее ту пей а при этом сложнее вы closely с sells lav Henry vehicle так салив какой парадокс тупее сложнее да смотри вот есть я я живу 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 потом я начинаю отказываться мне это тяжело это тяжело пошли формироваться не я. Сформировался круг, эти не я сформируют, мой следующий шаг, мой следующий инкарнационный цикл. Все примитивно просто. Я в зеркале все время вижу не я. Я все время в зеркале вижу то, от чего я отказался. И эти не я, они увеличиваются. Вот когда человек из этой позиции научится видеть себя в каждом, во всем, везде, это все, от чего я отказался, и сказал, что это не я, это Бог, это инопланетяне, это неважно кто, но это не я, но это я из себя вынес. Когда ты начинаешь вот эти вещи понимать, хотя бы умом понимать, да, вот он интеллект, хотя бы на одно мгновение умом понимать, допустить хотя бы, допустить хотя бы, уже становится легче жить. Но при этом, понимаешь, тут же возникает момент, вот эти вот умные, понимающие умом, вот они совершают какие-то действия, в отражении они видят свои действия, как эти действия отражаются. Противодействия видят. Да. И вот этот вот следующий шаг своих действий, и даже вот это отражение, вот они вот это отражение своих действий, они уже не предполагают, у них ума не хватает. Да, 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 да. Даже Бехтерев говорил, это первая стадия шизофрении, да? Человек совершает действия, не знает его последствий. Но ты же в зеркале отражаешь свои действия. Ты же должен понимать, вот если ты себе на морде нарисуешь здесь пятачок, в зеркале же ты увидишь свинью. Ну не будет по-другому. Человек не предполагает, я пятачок рисую, но при этом в зеркале свинья, это не я. А кто? Классный образ. Понимаешь? Я, понимаешь, я каждый раз, когда на это смотрю, я понимаю, ну, это же прямые извилины. Ну ты посмотри внимательно, что ты делаешь. И так во всём. Пример с детьми. Вот взрослый растет ребёнка, да? Вот сейчас заканчивает в пускнике школы, кем ты будешь? Все будут сейчас айтишниками. А перед этим все были кем? Программистами, да? Чуть-чуть другой уклон. Раньше космонавтами. А перед этим были космонавтами далеко. Были юристы, потом были бухгалтера, потом были экономисты, были менеджеры какого-то звена. И вот родители отправляют туда детей толпой. Зачем? Вот получается, родитель придумал какую-то херню, и навязал это своему ребёнку. И я же важный, я же родитель, ты должен так, как я сказал. И вот ребёнок, этот хороший мальчик, девочка, он же родителя послушал, выучился, а потом кто он? Никто, таксист. И редкий родитель, редкий родитель, когда отправляет учиться вот в такую клаку, он задумывается, подожди, а кем он вырастет потом? Что он будет делать со своим образованием? И вот смотри, только родители, бизнесмены, это те, у которых чуть-чуть больше извилин, чем те, которые на наёмной работе. Грубо, но факт. Они задумываются, говорят, вот мой сын, он знает, разбирается очень хорошо в телефонах и в компьютерах. Наверное, пускай он пойдёт этому поучиться, и он мне поможет, мой мобильник настроит, мой компьютер настроит, мне там то-то-то сделает. И он так хлоп, и сын уже, ну мне это интересно, я же папе и так настраивал телефон, я ещё сделаю, я ещё напишу. А, я папе могу рекламу сделать, там ещё что-то. Хлоп, он уже встроился в бизнес, он пошёл реализовываться, но ведь папа его направил по интересу, ему же был интересный телефон. Но это же редкие родители, которые так встраивают. И это родители, которые имеют свой бизнес. Те родители, которые на наёмной работе говорят, иди, сыночек, и тебя возьмут на работу, и ты будешь иметь зарплату, и тебе будет соцпакет, и ты будешь счастлив. И ты будешь сидеть на своём месте и денежку получать. Именно сидеть на своём месте, да, без интереса. И получается, вот ребёнок, этот ресурс, который пришёл, на, учись, я тебе покажу, научу тебя, с мобильником пользоваться, компьютером пользоваться, ещё чем-то пользоваться, да, я научу тебя быть здоровым, я там зубы твои научу, как поддерживать в чистоте, порядке и здоровье, если там на стоматолога пойду учиться, да, я-то, я-я-я-я, да, вот это твой ресурс. Но это ребёнок сам пошёл, и ребёнок тебя научил. Ну, это же умного родителя, который понимает, что вот сейчас ребёнок, он идёт на шаг впереди меня, и он меня учит. То есть, родитель, совершая какие-то действия по образованию своих детей, вкладывая своих детей, он ожидает вот это действие со стороны детей. Он ожидает, что хочет увидеть, как бы, да, что хочет увидеть. Но родитель, который здравствует дерево, всё они нам надо, экономисты, юристы, таксисты. Вот сейчас айтишники, все побегут в айтишники. Этот ребёнок на одном месте усидеть не может, ему надо танцевать, а он говорит, нет, танцевать много не заработаешь, иди в айтишники. И он всё, он умер вместе с этим айти. Нет, может он тебе на твоей рекламе так станцует, что просто офигенно будет. Дай ему раскрыться, дай реализоваться, увидеть свой ресурс в нём, увидеть учителя в нём, увидеть своё будущее в нём. А ведь на самом деле он является будущим. Конечно, это ведь ключевое, увидеть своего ребёнка учителем своим. Это так и есть, это ключевое на самом деле. Да. И вот смотришь на это всё и думаешь, ну вы здоровые на голову. А кто из нас сумасшедший? Понимаешь, это всего лишь управление восприятием. Посмотри на своего ребёнка, как на своё будущее. Да, а родители обрезал, обрезал крылышки. А когда он смотрит на ребёнка, как на своё будущее, я смотрю, он же мне в старости стаканул. Точно. Будущее. Твоё будущее, старость. И стакан воды. И ещё со стаканом воды больные. А то и без стакана. Точно. Уже в стакан водки просил. Тьфу. Чтобы вообще напиться и забыться. В кумаре. Всё равно же мозгов нет. Как правило, это к этому и приходят. Такие. Ну да. Ну я же говорю, всё равно мозгов нет. Блин. Вот жёстко это. Ну это так. Ребёнок рождается птичкой, а родители его обрезают и делают червячком. Трупиком. В земельке сиди и не летай. Нефиг тебе летать. Вот примитивная игра. Я и не я. Да. Примитивная игра. Две сосны. Третья сосна – это всё, от чего ты отказался и не стал делать. Это уже… Третья сосна – это заначка на следующую жизнь. Угу. Вот. А человека… Трёхточечная система. Примитивная игра отражений. Настолько примитивная. И даже сегодня в чате он раскладывал человеку. Человек обиделся. Хлопнул дверь в очередной раз. Ну и правильно. Когда нет мозгов, можешь закрыть и её даже замуровать, чтобы сюда и не смотрел. Потому что без мозгов сюда вход запрещен. Насекомые, они на другом уровне обитают. Да, на самом деле. А вот смотри, вот ребёнок, да, вот все же могут представить. Ребёнок, он живой, он везде, во всём, везде ему интересно, да. А ты вот возьми этого ребёнка, вот возьми ромашку, да, или моего домирку. Ему везде интересно, особенно на маленьких, да, домирка уже большой, так не так видно, на маленьких. Они живые, они везде, в каждой дырке затычка, да. А ты возьми вот так его, это не трогай, это не трогай, и сюда не лезь, сюда не лезь, сядь и сиди ровненько, слушай тётю или дядю, и сиди, даже не рыпайся. И этот детёнок, вот прям чувствуешь, как, я вот говорю, я прямо это вижу и чувствую, да, как ребёнок, так знаешь, так, обрезан от этого, от этого, от этого. Он постепенно, он там где-то рвётся, вырывается, а его назад, назад, и он просто такой становится, садится в одну точку. А что делает саутистами? Ничего не напоминает. Вот я, вот, ничего не напоминает и в одну точку, да. А что делают с аутистами? Микротоки. Хлоп, он у вас гиперактивный, он у вас непослушный, он у вас невменяемый. Чик-чик-чик, микротоки, лекарства. Всё. Всё, поехали. Питание. Везде обрезаем. Ещё глуши, 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 и всё. Глуши, глуши, прививочки. И при этом, это же мама, мамка приходит, говорит, что у меня ребёнок какой-то не такой. Ну, не такой, на тебе ещё больше не такого. Да. Чуть ли не свяжут и не... Мамка приносит в больницу, мамка приносит потом на все эти эксперименты. Да. А томатис, это вообще... Или томатис, правильно? У них даже не знаю, дарение. Но это вообще, это же... Вот одень наушники и проходи. Только у меня с ума сошла. Две недели, три недели в наушниках, что у тебя что-то здесь будет жужжать. Ну, ты же с ума сойдёшь. Вот изобретателю и этому надо надеть такие наушники, чтобы он в этом походил и у него поговорило в голове. Ты же не сможешь сконцентрировать внимание нигде. Так за счёт этого ребёнок перестаёт и бегать, и орать, и всё остальное. И, может быть, он там что-то из того, что там говорит, и повторит. Но сознание-то это не включит, это выключит его. Это его ещё больше пространства. Автомат, да. И всё. И дальше очень удобный ребёнок, очень удобный овощ. Что посеял, то пожал. А на самом деле всё начинается. Большинство аутистов, это больше 80% точно, до полутора лет были здоровыми детьми. Ребёнок развивается копированием. Всё. Больше ни о чём не надо говорить. И после этого ай-яй-яй, это Бог послал, Бог виноват. Знаешь, больше всего нравятся особенные, когда говорят. Особенные, да. Особенно, когда они талантливые будут в чём-то и пытаются вот этот образ особенного навязать. Вот посади в детском саду детей и раздай всем по кукле. Есть и дети, которые будут аккуратно играть с куклой. И эта кукла будет ухоженная, красивая, расчёсанная, у неё будет новая платьица там потом собранная и так далее. А есть те, которые её разломают и посмотрят, что у неё внутри. Вот эти родители точно так же ломают своих детей, чтобы посмотреть, что у него внутри. Ну так это про интеллект, что ли? Это про отсутствие интеллекта. Недавно ролик увидела, там очередной американец рассказывал о том, что есть люди, которым не надо давать образование, типа, ну это представляет собой угрозу для других людей. И я слушала и понимала, ну этот мир вообще сошёл с ума. Ещё круче. Ещё круче. То есть, слушай, заворачивается и заворачивается. Я, ты знаешь, сейчас вот просто вот сейчас сижу и вдруг словила, вот начали говорить про аутизм. И ты знаешь, наверное, действительно, аутизм постепенно мог бы, я не хочу это закидывать, но вот на самом деле это та волна, когда аутизм как, знаешь, как интерес общества в однонаправленном обучении. То есть, это я вот просто стояла. Каждого аутиста на самом деле вот эти все его заглушки, да, вот он растёт и если его направлять в одном направлении, то это будет идеальный робот. Он будет выполнять свою работу и ты знаешь, и ты знаешь, такой удобный будет. И вот я про это подумала, что именно прям почувствовала как как эксперимент, как какой-то вот натуральный эксперимент, где выгодно, причём смотри, видишь, как говорится, даже особенные дети, талантливые, у него он будет математик, будет, это управляемый будет. Деталька в часовом механизме по своём месте. когда мы с тобой проходили круги психики, да, круг за кругом, у нас в отражении сменялись люди, которые проходили это вместе с нами. И мы зачищали вместе с людьми, работая с ними, очень много программ у себя. Сколько аутичных инкарнаций мы зачищали у себя. То есть, чтобы выйти, мы зачистили безумное количество аутизма. Безумное количество аутизма. Там был и аутизм, и умственное отставание, и ДЦП, и все вот эти виды поломок, связанные с психикой, мы практически все прошли в осознавании, в зеркале, у себя, в зеркале. Конечно. То есть, будущая инкарнация, если бы мы сказали, нет, это не я. Всё, в будущей инкарнации эта информация несётся, и дальше получается, вот эта воронка, она будет сужаться, 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 и наша бы игра была такая. И эта игра не просто наша, эта игра была бы общечеловеческая такая. То есть, это общечеловеческая деградация. И эта деградация сейчас идёт, мы её можем видеть по разным, кстати, с оттенком, отражением. Даже возьми те же самые картины, посмотри, как сейчас примитивизм идёт. Ой, ребёнка, картина, опять-таки, недавно вижу ролик, ребёнка, картина продана за 600 тысяч долларов. Ребёнок, ляпсь, 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 краской. Я понимаю, что кто-то классно деньги отнул. Но понимаешь, сегодня он отмыл деньги, завтра это стало искусством. зачем учиться рисовать, если можно наляпать. Если слепая вера, слепая, знаешь, такое подхватывание автоматическое, придурочное. Просто, когда вот на эти все вещи смотришь, дальше копирование пойдёт. С примитивности пойдёт копирование примитивности. Просто, пока ты копировал сложные вещи, у тебя ещё были варианты каких-то сложных сценариев. Потом сложный разрезал на несколько частей, взял часть, пошло упрощение. Потом ещё упрощение, ещё упрощение. Вот оно. Это про деградацию сознания. Это не про развитие. Да. Ведь на самом деле, если посмотреть с другой стороны на аутизм, который прям шагает по планете, вот если посмотреть с другой стороны, то ведь благодаря аутизму, но это только в том случае, когда ты осознаёшь, почему я и сказала, с другой взгляд, с другой стороны, когда ты осознаёшь суть вообще, как игры выстраиваются, как вообще всё, да, происходит, то наглядно этим деткам и вообще аутизму благодарность невероятная, потому что благодаря им мы можем увидеть, что мы действительно идём к концу света, ровненьким шагом строим. Да. Полностью, то есть мы деградируем и при этом мы восхваляем, говоря, что это особенные, это талантливые, то есть, так знаешь, такое сужение, сужение, уплотнение и конец цивилизации, но при этом со знаменем в руках. И при этом вот с этим знаменем, эту толпу, попробуй развернись, ты идёшь в другую сторону, сделай практику зеркала. Видите, это так. Зеркало, да. И человек, зачем? А что значит, да? Что это такое? Что я буду себе тут? Где я вижу в зеркале себя, если это она плохая? Да, да, да. Вот это вообще ключевое. Что я? Вы хотите сказать, что это я о себе такое имею мнение там или говорю? Да. Да. Вот это, видишь, мир зеркальный. Всё, есть наше отражение. Но человеку очень сложно. Это хорошо, когда наглядно, ты говоришь, нарисовал пятачок и увидел пятачок, да? Ну, как бы задумайся, ты же себя в отражении воды даже видишь, да? А человеку ещё, ведь на самом деле, ведь действительно, игра устроена так, что не так всё просто. Но не так всё просто в плане... Если ты ловишь своим сознанием это, то это всё примитивно. Да, да. Но если ты умом это всё делаешь, говоришь, что это не я, всё, ты рассыпаешься. Да, да, ты рассыпаешься. Это как бить зеркало, ещё мельче, мельче, мельче ещё и топтаться по нему на сколочки. Да. Да. И, конечно, увидеть, если вот даже словить, словив вот простую суть, что если мне, допустим, там раздражает какой-то человек, допустим, там алкоголик, да? Ну, образно, я не знаю, как проще добавить. То сказать, так что, я алкоголик, что ли? Но у тебя раздражение внутри на это, то есть у тебя не позволит. То есть ты научишь читать. Вот, знаешь, вот этот склеивающий материал, как мы говорим, кирпичиков, да, вот то, что мы хотим всё-таки сделать, вот он здесь будет. И есть то, что научиться именно читать. Вот это, слушай, кстати, читать зеркала свои. Вот она. Ну, это, да, вот этот момент, это за практиками, следующий шаг, научиться вот это всё читать. Но, видишь, научиться читать, это очень много проработать в себе. А тот же самый алкоголик, почему он видит в отражении, в своём мутное сознание? Потому что он сам захватен, он сам мутен. Конечно, да. Вот эта муть у него, та, что он видит муть в сознании человека, то, что там помутнённое сознание, это муть в его поведении, муть в его проявлении. Много чего. Это его внутренняя грязь. Это не его внутренняя грязь, он свою грязь видит в том человеке. Это его безответственность, это его безалаберность, это его жестокость, это его желание самоутвердиться, подавить другого человека. Вот, вот эту вот всю муть. Это как грязь на зеркале. Это хаотичное создание не я. Это грязное зеркало, это грязь. И он эту муть, и он увидит в зеркале, в мутном сознании, например, своего мужа или жены. Но это его муть. Конечно. Просто вот когда, если сказать про муть, то да, тогда, ну да, да, да. Всегда ж, посмотри на семьи алкоголиков, всегда у определенного склада жены будет муж-алкоголик. Или у определенного склада мужчин будет жена-алкоголик. Если ты видишь такого мужчину, ты сразу скажешь, о, не-не-не, беги-беги от него, иначе сопьешься. Не, я не пью, через три года будешь. Без вариантов. А ты меня сгладила. Да, ты сгладила. Ну, не стала пить, значит, села и курить начала. Да, или колодца. Любая зависимость. Или на таблеточках. Ой, на таблеточках. И потом, я таблеточки не принимаю. Ой, ну почему ж меня колбасит? Это ж точно, я же там, я же всего пол таблеточки. И когда начинаются вот эти игры, ты думаешь, у вас вообще с головой все впареет. Кому вы лжете? Вы же себе лжете. А считают, что никто не услышит, никто не увидит. Лжететочки, ты знаешь, наверное, жестокость даже внутри какая-то просыпается на это. Потому что вот смотришь на человека и понимаешь, тебе нужна боль. Ну, давай треснем. Ну, по приколу треснем, да, вот как сегодня пришла информация. Вот одно тум, а оно в зеркале через три дня. Ну, ржачно, ржачно. Я теперь полностью понимаю подсознание. Ведь только такой степ и реально включает у человека мозг. А иначе не включается. Так, подожди, это еще хорошо, если включился мозг. Это рычайший случай. Ну, растебемся дальше. И вот смотри, мы пришли в точку, как видит подсознание это все. В чистом виде. И ты понимаешь, такая гармония. Нужна эта болезнь, нужна эта боль. Потому что не включается по-другому мозг. Только эта болезнь и есть как возможность оживить этот труп. Есть спаситель. Да, да, спаситель. Оживить этот труп, да. Вот он спаситель, это твоя болезнь. Она тебя спасает от твоей деградации. От того, что ты делаешь. А то, что ты не видишь последствия своих действий. От этой игры. Ой, я ж такой хороший. Или я такая хорошая. А ты вообще есть? Где ты есть? Покажи, в каком месте ты есть. У нас блокнотик, как я изменился, проявился. Он гениальный вообще. Попробуй, запомни его. В течение полугода. Ты видишь, где ты есть. В каком месте ты есть. Один блокнотик. Опять-таки, про благодарность. Как сегодня в чате там писала девушка, которой я тоже немножко жестко ответила. Я так благодарила, да? Солнышком завелала. Я так благодарила, что дом сгорел. Что дом сгорел. Линзу взял, направил, да, и спалил. Это когда не умеешь. Я так благодарна, сука, что ты гореть будешь в ладу. Да-да-да-да. Концентрат. Ой, блин. Я проработала. Я проработала. Где, в каком месте. Ты еще больше иголочкой стала. Ну, это смешно. Смешно. Поговорим про искренность, про чистоту и про все остальное. На самом деле, да, Степ просто вот... Невероятный. Знаешь, какой... Вот просто когда у тебя под носом, да, ты у себя под носом, да. Вот грубо говоря, ты у себя под носом. А ты кричишь, нет, это не я, и это не я. И еще больше уходишь в разнос, да. Ну, это вообще Степ и Стебов. Нет никого, кроме тебя. Но при этом смотри, когда приходишь вот в эту точку, как кайфово жить. Как кайфово это все наблюдать. Как кайфово это все видеть. Это величайший Степ, это величайшая игра. И это самая кайфовая игра, которую можно было придумать. Да, да, да. Даже просто наблюдать, не участвовая, это уже кайф. Это самая интересная игра в бесконечность. Вообще в бесконечный интерес. Ты можешь найти, как ты говоришь, да, даже просто не играючи. Просто наблюдать, ты уже кайфуешь. Но хочется, конечно... А смотри, всего две матрешки собраны. Всего две. А там информация такая висит. Вот в момент запуска вот этой вот второй матрешки у человека появляется возможность быть смертным. Возможность смерти. Смерть – это возможность. Прикинь? Да, да. Это... Не возможность остаться в живых. А смерти, да. А возможность иметь смертное тело. В обратную сторону. Прикинь, это надо было так изгалиться, чтобы у тела была возможность инкарнировать. И тогда благодаря этой возможности игра и есть в бесконечность. Вообще парадокс. То есть смертность и бесконечность. Да, да, да. Так игра бы была бесконечная. А так получается игра... Вот она. Да, да, да. За счет чего человек вот рождается, женился неудачно, там развелся, там дети и так далее. Все, можно зачеркнуть смерть и переиграть заново. Потом снова там натворил что-нибудь, хлоп, переиграть заново. Вот она, вот она смертность заново. Появляется возможность переиграть игру заново. Исправить ошибки. Исправить ошибки. Но ты можешь их исправлять и в этом теле, по идее. Тогда не надо переигрывать. И вот когда с этой позиции смотришь, но тогда надо расширение определенное сознание, чтобы ты это видел и осознавал. Во всяком случае, возможность исправить ошибки, даже при смене тела, ты можешь осознанно собрать следующую игру и помнить предыдущую игру и предыдущие ошибки. Ты их не выкинул, доставил их опытом. И это возможность психики. Да. Но для этого надо иметь чистое сознание на самом деле, потому что... Иначе не пройдет. Иначе не пройдет, потому что день-ночь, день-ночь в процессе жизни, это же ведь такая же жизнь-смерть, жизнь-смерть. И человек, помня... То есть, когда у тебя сознание не чистое, а грязное, ну, будем так говорить, то тогда человек, помня, вчерашний день, он же не исправляет сегодня. Он продолжает нести обиду, продолжает переживать там, жить вчерашним или жить со вчерашним, и тянуть это дальше. Чтобы не тянуть надо обнуление. Да, вот оно, чистое сознание, обнуление. Но при этом в чистом сознании можно находиться не обнуляясь, то есть в этом же теле. Когда ты осознаешь, как все устроено, что все есть я, все это твои отражения, то тогда тебе... Я могу из любого тела быть я. Да, да. Тогда тебе не надо вот это обнуление, не надо смена тела. Это так. Но при этом все люди не могут стать чистым сознанием. Все люди не могут одновременно... Все, вот парадокс в том, что все исчезает тогда, все полностью, и нет тогда игры вообще в чистое сознание, и все. Обнуление вот тогда действительно ноль. Тогда ноль. А именно вот смотри, насколько эта игра невероятна. Продумана до... Она не то, что продумана даже. Она просто продумывается вот каждое мгновение, каждое. Растет, размножается, делится, увеличивается. Расширяется. Сознание растет, развивается, расширяется. И благодаря материи. Знаешь, как здесь можно много чего сказать. Человек тянет за собой материю, да. Можно сказать, о, тянется... Бренный, да, тянет за собой материю. Религия говорит, материя бренная. Сознание, то есть... Грешное. Грешное, да. Ничего не надо человеку в этой жизни. Вот хлеб и вода, и все, рваная рубаха, и ты счастлив, да. Смотрите, насколько по-разному... Но везде разделяется сознание и материя. И никак. То есть, либо у одних материя плохая, у других сознание хорошее, да. Либо наоборот. Но нигде не соединяется. Сознание на самом деле растет, развивается, расширяется. Благодаря материи. А материя точно так же растет, расширяется. То есть, игра благодаря сознанию. Вот смотри, ту же самую Бехтереву, когда она начала заниматься вопросами сознания. И она же в науке об этом начала говорить. Она на самом деле очень крутая женщина была, да. Если брать по тому, что она сделала для науки. Но ее же в старости сочли сумасшедшей. То есть, многие вещи списали, что... Ну, это сумасшествие. И если посмотреть на ту же самую Черниговскую, посмотри, насколько аккуратно, насколько аккуратно, и сколько авторитетов она подводит под какую-то одну единственную нашу мысль. Да. Я просто офигеваю. Она молодец. Она умничка. И даже там недавно видела ролик, там какая-то озлобленная благиня, черная такая, отвратительная женщина с очень большим количеством подавленной агрессии. Она попыталась на нее наехать. И я понимаю, что вот у этой наезжающей, у нее мозгов наперсток. На фоне грамотной Черниговской, Черниговская очень грамотно продвигает сегодня вопросы сознания. Очень грамотно. Молодец женщина. Дай ей, Бог, много лет жизни. Мы поддержим эту идею Бога, чтобы она долго жила и счастливо жила, и продвигала идеи сознания. Грамотно в науку вписывала их, потому что Бехтерева это начала делать. Но ее же, видишь, ее заклевали, ее реально заклевали и отправили, как сумасшедшую воспринимали. Потому что наука отделила материю. И говорит, я буду, ну, наука вынуждена была говорить в те годы, когда она зарождалась, что я буду констатировать опытным путем только то, что можно запечатлеть глазами и проверить вот эти факты. То есть, вот если эта трава зеленая, я докажу, что она зеленая. И все эти теоремы, алгоритмы, которые выдавались поначалу в науку, это просто вариант составить религии конкуренцию, констатируя факты материальные. И религия понимала, что нечем крыть, пускай будет это второе крыло у этой птицы, потому что крыть нечем. А иначе бы их тоже на костре сожгли. Ну, религия же тогда доминировала очень сильно. И на сегодняшний день, что наука, взяв на себя материю, что религия, типа мы духовные, но мы посредники, потому что мы же говорим какую-то чухню про альфа-центавру, да, мы же придумали это все, и это все придуманное, мы пытаемся вам втюхать. Ну, вот они, два фантазера и затейники, они вместе объединились, и они вместе не соединили материю сознания. Они просто раздербанили это все на две части. Но если мы возьмем тело просто физическое, ну, мы же взрослые люди, вроде бы же за головой дружим, вот тело физическое, убери из него сознание, что будет? Ничего не будет. Причем очевидно, да? Очевидно. У того, у кого выключился свет, у того вообще пустота, да, ну, у него вообще другая жизнь начинается, но предположим, что не начинается, значит, просто телевизор выключили, бум, черный экран. У того, кто наблюдает это тело, мы видим труп без сознания. Очевидно. 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 Если мы заберем у сознания тело, то у наблюдающего нет ничего, выключили свет, да? А у того, кто в теле... Он все видит, но его никто не видит. Но его никто не видит. Совсем подентный. Очевидно, очевидно. Ну, это очевидные вещи. То есть для того, чтобы эта система была, надо, чтобы в теле было сознание, и было второе тело с сознанием, которое наблюдает. Да, да, да. Все, игра пошла. Вот, два. Да, смотри, Черниковская, она очень ловко варьирует и вашим, и нашим. Да, она на двух стульях. Да. Она здесь посидит. Ну, это была красавица. Да, и она на самом деле живчик. Да. В этом плане почему? Потому что она одна, Наташа. Она одна. Женщина. Женщина. Да, да. И она одна, но она словила фишку. Угодить. Ну, грубо, да? Ну, пусть будет так. Угодить всем. На всякий случай, чтобы не признали сумасшедшей. Угодить, да, вижу, верю в религию, да, Бог. Ну, да, да. Ну, я же в науке. Я не знаю про Бехтереву, да, я ее не изучала, но я предполагаю, что Бехтерева, она пошла по прямой. Она по прямой пошла. Тоже одна женщина, видишь, я вот не знаю, я говорю, одна женщина, да, одна, она правильно говорила, но она не сделала два стула. Она пошла по прямой. И вот поэтому ее, как ты говоришь, в конце приняли, да, за сумасшедшую. Вот она суть. Поэтому здесь... Более того, я когда Черниговскую слушала, там один ролик ее увидела, мне почему-то ее подкидывает много. Я ее не ищу там целенаправленно, но ее начинает подкидывать. Ну, ты ее слушаешь, и поэтому подкидывает. И там, где она еще умудрилась Далай-Ламу приплести, и она, и Каплан, я тоже ржала. Я понимаю, что этот супчик, он варится вот так. Видишь, материя, она сшивает и тех, и тех, и тех, и тех, и тех. Латает, я бы назвала это латками, латками, латками. Вот Черниговская латки делает, да. Ну, при этом какие-то вещи за уши притянутые. И есть вещи очевидные, которые поехали потихоньку въезжать в науку, как допущено. То есть, если какой-то авторитет сказал, но ему за это не дали по голове, то тогда об этом скажет следующий авторитет. А если ему дали по голове, то все дружненько сели на пупку и смотрят. Он сумасшедший. Он сумасшедший, да, это не я. А потому что это, ну, это людям выгодная вот эта научная ипостась. И, кстати, когда говорили про инфодайминг, про науку, там, про наши проявления в науке, когда мы пошли учиться на психологов, получать эти корки, и все ожидалось, что сейчас инфодайминг в науку упадет. Нет, нет, ребята, это ваша игра. Материя – это материя, сознание – это сознание. Сегодня никто не объединяет это в одну кучу. Никто. А это надо объединить. И двигаться надо одновременно. Да, потому что это и есть тело. Это и есть тело объединения материи и сознания. Ну, тогда религии нету места. Нет, и так же, как и науке. Как и науке тогда нету места. Потому что это совершенно разные. А еще с разворотом себя, что это все во мне происходит. Это мое сознание в моем теле творит все миры, которые я проживаю. Вот это не примет ни наука, ни религия. Ну, это развлекуха. На самом деле, очень крутая игра, простая игра. Но нам с тобой надо продумать три программы. Вот просто. Так и надо назвать три сосны, да? Да, и так пускай будут. Три сосны. Первая сосна, вторая сосна. Третье. Какое слово? Сосна. Выход сосна. Из сна. Смотри. Класс. Это вот… Три сосны, да. А может сосну, да? А может сосну. Пустышку соснет и заснет. Смотри. Какое классное слово. Степ пошел, да? Степ пошел, значит, это в сентябре будет. Игра, значит, игра. Интересная игра. А как по-другому объяснять простые вещи? Потому что реально я… Простые вещи объясняются со сна. Видишь, когда начинаешь человеку объяснять, то понимаешь в какой-то момент, что очень большой разрыв. Очень большой разрыв. То есть я понимаю, что я объясняю либо сумасшедшему, потому что если ты до своих 40-50 лет не понял вот эти вот моменты, даже не заметил их в жизни, ты прожил жизнь, зачем ты вообще жил? Насколько у тебя есть мозг? Кто сумасшедший? Либо, может, мы действительно настолько сумасшедшие, что говорим какие-то вещи, неприемлемые для людей, для восприятия, для всего остального. Но ведь вы же хотите быть здоровыми? Тогда посмотрите на свою жизнь с позиции подсознания, и вы увидите, насколько вы здорово проявлены. Вы так здорово проявлены, что ваше подсознание ржет и не знает еще, какую боль вам причинить, если вы болеете. И насколько вы обесценили жизнь, если вы несчастны, находясь в раю. Вот это тоже. Прикиньте. И рай называете адом. И рай называете адом. Вы пришли в рай, вы его загадили, вы чувствуете себя несчастным, вы недовольны, предъявляете претензии, вы вынесли ответственность на Альфа-Центавру и ждете спасителя с Альфа-Центавры. Ладно с Альфа-Центавры. На труп и ждете спасения от трупа и прикладываетесь к мощам трупа. Вы вообще здоровы на голову? Разом где, да. Капец. Вот это капец, это полный капец, это такой трэш. Очевидно невероятно. И когда подсознание на это все так смотрит, какой стимул тебе в какое место вставить. Всем спать. Нет, подсознание-то хочется нашему не спать, ему хочется проснуться, ему хочется день, ему хочется развития. Конечно, так оно всегда... Выхода из технической ошибки. Родник всегда, ключевая вода, она всегда прорвется, найдя место, где пройти. И оживит. И оживит. Поэтому, да, будет родник инфодайинга. Пробьемся. Таки да. Таки да.